Привет, зритель! Если ты так же, как я, стараешься экономить бюджет и не тратить деньги на всякую хрень, которая дофига стоит, или просто на кучу хрени, которая стоит, и вдруг куда-то деньги исчезают, ну как бы, если ты любишь экономить бюджет, хочешь этим заняться, но не знаешь, блин, как, а ещё ты любишь всякие магазины или обзоры покупок еды, и не только еды, то ты правильно зашёл на этот ролик. Welcome to hell! Короче, сейчас у меня будет обзор, случилось, что сегодня один верующий сделал взнос в церковь верующих в Лирку. А я как раз сидела тут неделю назад в ломке, хочу в светофора, денег не было, ибо работа не оплачивалась деньгами, оплачивалась не деньгами, бартером. Но потом были деньги, но что-то как-то вот они в другое место уходили. Короче, в итоге я что-то сидела-сидела, думаю, дождь на улице, надо бы прогуляться, самое же время после двух роликов сегодня с Ваяиных. У меня был список литературы того, что как бы можно купить, но я думала, что это всё не влезет в ту данную сумму, что у меня была, и того, что в принципе нужно купить, но можно и потом. Ибо я в понедельник собираюсь с подружкой погулять, и вот как раз я думаю, может мы туда зайдём, может даже она мне что-то путное посоветует, потому что она как-то более баба-бабская, чем я. Это вообще её выражение баба-бабская. И как я поняла, светофор светофору рознь. В общем, я смотрела ролик как-то случайно, Ютуб, я на той неделе что-ли подкинул светофора, и там обзор такой, я поняла, что ух ты там столько всего интересного, думаю, наверное, шломануться. Но на самом деле всего такого интересного слоёного теста в нашем светофоре нет. Либо есть, но я его не увидела. Но думаю, если бы оно у меня было, то моя знакомая, которая там работает, ну короче, есть у меня там человек знакомый, однокласска моей сестры одной из. И в общем, она мне там советует, говорит, что надо, что не надо. Даже меня иногда смотрит. Привет, Оксана. Если что, вдруг. И, короче, я решила, в общем, купить, обозреть, ну и как-то вот. И чё-то есть, чё-то нет. На чё-то цены действительно такие, как в том обзоре были. Я не могу дать ссылку или название ролика точное на блогера. Но там как-то женщина, в общем, по голосу она мне напоминает одну мою знакомую, с которой мы в театре книги познакомились и играли. Я играла её дочку, она играла моего папу. Поэтому я её зову моя пазрачка. Ну, не только я её так зову, мы с подругой её так зовём, наша пазрачка. Твоя, говорит, пазрачка, моя, говорю, пазрачка. Ещё меня сегодня запрягли на замену. Я вот так это вот вроде как... Спасибо. Ну, мне сам процесс нравится, поэтому я как бы согласилась. У меня есть чек. Есть в этом чеке кое-что, чего бы мне лучше не обозревать, потому что я, конечно, не такая нэн. Мне, если честно, стрёмно такое обозревать, потому что я знаю, что по статистике где-то 13% из 100% меня смотрят мужчины. Возможно, среди этих мужчин есть нервные мужчины, которые думают, что женщина – это идеальное существо, у которого ничего подобного такого страшного не бывает. раз в месяц, несколько дней. Поэтому я решила такое не обозревать. Ну, конечно, если вы хотите, я могу как-нибудь обозреть, хотя бы чисто сказать, вот такое-то, такое-то стоит столько-то, столько-то. Но в чё хочу сказать, женщина, если у вас есть фитофор в городе, и местные углические, то вот это дешевле, чем, допустим, в Ашане. Внезапно. И, в принципе, такое же хорошее. Но если вы любите бренд и кучу бабла в него вкладывать, то вам туда не стоит заходить. Хотя там есть что-то такое брендовое, но дешевле, чем в том же магните, допустим. В общем, начнём. У меня сегодня день прям загадок. Мне вот в камендах пишут, кого я там пародировала. В начале этого ролика я говорила это слово. Аббревиатуру. Вот у меня кошелёк есть у меня тут. Чек по списку. Я часть купила по списку, часть не по списку. Короче, я хотела желатин. В видео того блогера он стоил 20 рублей. 50 грамм. Желатина не оказалось вообще. Мне нужны были бумажные салфетки, которые, если верить легенде, в ролике этого блогера 100 штук стоят 10 рублей. Я их не нашла вообще. И мне сказали, что нету бумажных сейчас салфеток. Ну, человек спросил у других продавцов, у кассиров, или как их там. Может быть, это вообще были грузчики. Короче, человек спросил у своих сотоварищей по работе. И они сказали, что нема. Ну, там были салфетки 29 чем-то, 100 штук для всей семьи. Двухслойные в такой упаковочке. Я подумала, такие, в принципе, я могу и в другом месте купить. Думаю, да они какие-то такие. Ну, большая коробочка была как-то это. Я с пакетом была и сумкой. И как-то я думала, ну, нахрен, она только место занимать будет. Потом, мне надо было то, про что я говорила в начале. Про запасы я это купила. Мне нужны были ватные диски, потому что я как-то там купила ватные диски. И они дешевле, чем ашановские. Ну, может, рублей на 5. Но, знаете, если вы едете закупаться так вот массово, то, в принципе, как-то оно дешевле все равно. Хотя в Ашане они, по-моему, по 35 или по 33-120 штук. И тоже, в принципе, по-моему, они одинаковые. Что-то что этим? Я хоть сижу нормально, там не видно что-нибудь, а видно только этот. А то я тут сижу в этом платье, думаю, вдруг я как-то не так сижу. Короче, что-то я тут загоняюсь слегка. И сгущенка. В ролике была сгущенка в пакетиках таких. Ну, 280, допустим, миллилитров или грамм. Что-то там не 27 или 28 рублей. Я еще думала, куплю сразу 2-3 штуки. Чтобы потом в этом, в Ашане купить сливки. Домик в деревне 33%, потому что в составе там тупо сливки без всяких кориганов. И от слюживания, и прочей тербухи. И сделаю себе домашнее мороженое. В итоге я купила сгущенное молоко. Но оно не было в таких вот пакетиках. И это была одна баночка. Но все равно цена дешевле, чем, допустим, в том же магните. Так, мне нужны были губки для мытья посуды набором. Я их купила. Я их покажу. Мне нужны были 2 пары перчаток резиновых. Мне сказали, что на кассе они есть. Ну, там типа пачка 100 штук. Типа вот так вот вынимаешь. Но я на кассе их не нашла. Может быть, они закончились. Мне надо было термометр. Но он мне, в принципе, до сих пор надо. Это чтобы на балконе у меня был. Потому что он у меня сдох. Мне сказали, где можно купить термометр. Но у меня было столько уже вещей, что я не оселила. Поэтому в фикс прайсе я пойду в понедельник. И кисточка для пирогов тоже останется там понедельником. Хотя мне потом попросила родня зайти посмотреть кое-что в высшей лиге. Но этого кое-что не было. Зато там была эта кисточка. Но что-то она мне как-то не... Решила я все-таки проверить эту кисточку сначала в фикс прайсе. Потом мне надо противень. Или форму для запекания 20 на 20 сантиметров. Кастрюлю, потому что у меня металлическая сдохла благополучно. Крышка от нее только осталась. Но эта кастрюля я видела подобную в этом самом Лошане. Я потом ее куплю, наверное, в понедельник. Мне надо было макароны. В обзоре там был пакет 5-килограммовый 120 рублей. Тут оказался 3-килограммовый. Но те же 120 рублей. Но там 119 с копейками. Вот так, в принципе, и стоил. И пару рыбных консервов. Так как я не помню, какие конкретно мне тогда понравились. Я покупала что-то на 1000 с лишним. Включая консервы штук 50, если не больше, перед деревней в начале лета. Но я не делала обзор тогда этого магазина. Я что-то думала, что это как-то стремно. И что никто туда не ходит и никто не обозревает. А тут внезапно обозревают, да и ходят. Ну и Ира, которая у меня во флудилке. Мамочка в декрете. Как-то сказала, что там какие-то такие. Такое, какое-то такое слово, что она однажды была в этом светофоре. И там что-то такое. Ну вот одна треть там действительно что-то такого. А так много путных вещей. Там я курагу нашла. Но я побоялась, что, во-первых, мне это не утащить. Во-вторых, что-то это. Думала, хрен знает, насколько мне это все выйдет. Вышла, это у меня на 643 рубля с копеечкой. Ну, вообще на 642 рубля с копеечкой. 643. А если округлить, да? 642 рубля 60 копеек. А там что-то 120, что ли, этот килограмм кураги. И потом я подумала, ну куда мне этот килограмм кураги. Потом надо... Я решила, что мне надо подумать, что мне надо из сухофруктов. И уже потом определиться. И, может быть, приехать в этот магазин. В принципе, там прилично так выглядело. Курага бывает по 300 с чем-то, по 500 с чем-то. А выглядит еще хуже, чем в том пакетике. И, допустим, ну, варианта курага в той же Высшей Лиге вообще полный трындец. Или даже из Ашана такая же полный трындец. А цены как-то повыше, чем в этом светофоре. Короче, вот как-то список я вам зачитала. Сейчас я буду показывать. Вот этот вот пакет. 119 рублей с копейками. Сейчас уточню даже. Макарон состав там нормальный. Где оно у нас тут? 119 рублей 50 копеек. Макаронные изделия. Твердый знак в ассортименте группа А. Состав я почитала. Мука из твердой пшеницы. Дурум высшего сорта. Вода. Макаронные изделия. Пёрышки группа А. Высший сорт. Масса нету 3 кг. Сделано 16 октября этого года. Срок годности 24 месяца. Я решила, что в принципе нормально. Конечно, в этом сами это получается 120, грубо говоря, разделить на 3. Это 40, да. 40 рублей килограмм. Конечно, в Ашане макароны на развес дешевле. Можно купить там, по-моему, 33 или 35 рублей килограмм. Но в Ашане нету такого, чтобы взял и понес. Ну, в смысле, вот так. После того, как на кассе побывал. Оно напоминает мне пакетик наполнителя древесного прессованного, который я коту покупаю в магните. В туалет. Точно такая же похожая ручка. Вот можно понести. В принципе, у меня были какие-то макароны из Ашана. И они мне очень нравятся. Я подумала, почему. У меня я даже покупала какие-то макароны из магнита. Я ищу такая ленточка. Не помню, как их называются. Магнитовская чисто марка. Я их еще не варила. Я подумала, как-нибудь, ну, типа в Ашан ездить отсюда как-то далеко. Еще когда было тепло, я как-то ездила пару раз на велике. Потом на велике у меня как-то не получалось. Либо что-то болит. Хотя на велике подъедешь, что нормально уже. Либо просто погода сейчас взгляну. Короче, пардон. Миль, пардон. Excuse me. Простите. Что я взглянула? Если это вас ранило. Ух ты, какая ручка интересная. Даже про это. Как в пакетиках таких с ручками. Я ухо почитала. Еще раз почитала. Надеюсь, никого это не папа болит. Но если папа болит, это ваши проблемы. И, в общем, я подумала, что вот ездить в Ашан как-то далеко. С механки-то как-то, ну, может, иногда даже пашкадрала можно пройти. А с цветочного как-то далеко. И, короче, я подумала, может, купить какие-нибудь макароны обычные в магните, попробовать, как они там на вкус. И вот, в итоге, я купила из светофора. Ну, попробую, понравятся так, сажу, не понравятся так. Ну, как бы, как они могут не понравиться? Она без рыбей, рак рыбок. Ну, в смысле, если они совсем не понравятся, мне как-то не получалось такое, чтобы с таким составом макароны не нравились. Их можно очень сильно разварить. Я раньше очень любила разваренные макароны и разваривала, когда их варила. И бабушка у меня как-то вроде не в восторге была от того, что их развариваю, но мне так нравилось. Макароны с песочком и сливочным маслом разваренные. Вообще. В общем, макароны, грубо говоря, 120 рублей 3 килограмма пакет. Я купила себе упаковку. У меня, в принципе, она еще есть. Но, знаете, в магните можно даже по скидке урвать за 14, наверное, где-то рублей. Ну, за 15, за 16. Не знаю, может, они сейчас дороже стоят. Может, там не две, а одна. Сейчас я найду, где она у нас. Губка металлическая, 15 грамм, 10 штук, 64 рубля, 90 копеек. Чего же мне так зевать-то хочется? В общем, вот такая вот штука. Я хоть камеру показываю, да? В общем, вот, тут 10 штук. Металлическое волокно. Я помню, раньше металлические губки были такие долгоиграющие. Купишь ей надолго, хватит. А потом встали, купишь, и помыл какую-нибудь сковороду, и она уже издохла. В общем, я на всякий случай купила уже сразу. Думала, надо мне, не надо. Потом думала, надо закончиться. Посчитала у меня, сколько это примерно стоит. Решила, раз уж я поехала в магазин за выгодными покупками. И та же тут хотела провести, да, два слова соединила. Обычно чемпионат УИС тут оговорилась. Провести эксперимент типа экономии, там, жить на неделю, в неделю на столько-то рублей. Надо сначала это, правда, провести ревизию, что мне надо, чтобы уже говорить. Там, может, как-то минимум я бы сделать. Ну, я когда сюда переехала, я раз в день покупала всяких разных пироженок и хлеба на 100 рублей где-то у меня было. Плюс-минус, там, ну, 90 рублей, ну, там, 110 рублей. Меня что-то так пёрло, что тут свежие всякие пироженки расплёшься, да. Ну, я, короче, вот так, что, в принципе, я понимаю, что сладкое это как бы не еда. Это моя тётя считает, что сладкое не еда. И много кто, наверное, считает, что на одном сладком далеко не уедешь, как бы, там, мясо надо есть. Поэтому я думаю провести ревизию, посмотреть, что у меня есть. Понять, что мне надо, там, всяких каких-нибудь сухофруктов, там, да, которые, правда, не первая важность, но, как бы, витамины, мозг там работает, то-сё. И, как кто-то написал в комментах, простите, не помню, ник, но, по-моему, что-то с девочкой Свянов в нике. Хотя, может быть, я просто на аватарке девочка, а там другой ник. В общем, человек, который мне периодически пишет адекватные комменты, привет, адекватный человек, и хорошие советы дают, сказала, что надо вообще определённо брать с собой в магазин 500 рублей, ну, допустим, закупаться на неделю, на 10 дней, там, неделя, жить неделю на 500 рублей. Закупаться на эти 500 рублей, брать с собой только 500 рублей, тогда больше не потратишь. И уже какое-то меню составлять. Вот тогда, да, вот, той женщине, которая меня дала эту идею, сама не знает того. Канал у неё называется «Будни мамы», кажется, звать её вроде Аня. Какая у неё память офигительная. И, короче, она там, первый-то вот этот у неё 500 рублей, у неё вышло на 549, кажется. Всё это, не на 500 рублей, но у неё к тому ролику каменты запрещены были, видать, ей кто-то писал, что типа, хрен ли ты называешь одно, а делаешь другое. Ну, да, её дело. В общем, вот тут 64 рубля, 50, 90 копеек, грубо говоря, 65 рублей, 6,50 губка одна. Так, я купила себе губки, они, правда, меньше, чем я планировала, где у меня этот чек? Где они тут? Губка для посуды, 5-минутка, 10 максимум. Я думала, что Макси это какие-нибудь огромные, потому что я искала, думаю, где там эти Макси, а потом оказала 10 Макси, это потому что это просто 10 штук, поэтому они Макси. Где они тут? Губка 10 Макси. Только что была, потеряла. 16 рублей 50 копеек. Получается по 1 рубль 65 копеек штучка. Они, конечно, маленькие вроде бы, как, да, так вот смотришь. Такие вот розовенькие, желтенькие, оранженькие. Да, вот так. Взду, кому не видно. Надеюсь, не перс ногами показывать. Но с другой стороны, а куда мне больше-то? Большая издохнет своим образом каким-нибудь там, измоется. И маленькая точно так же. И тут очень такая тверденькая, плотненькая, жесткая штучка. Короче, вот я купила губок. Они как раз у меня были в списке. Я просто, когда увидела эти железные губки, думаю, блин, ведь у меня ведь что-то в список-то не идеальный. У меня есть то, чего как бы мне надо. Я собиралась купить, даже думала в этом магазине купить, но не записала в список. Почему я не записала то, что у меня, кстати, еще и сумки. Это все есть. Сейчас буду доставать. Мешки для мусора 60 литров 50 штук. Сколько они у нас? 32 рубля. Я купила три упаковки. 60 литров 50 штук. Черные. Их советовала мадмуазель в своем ролике. Там у нее был ролик, я и там с двумя сестрами что-то покупаю. Ту, которую я смотрела. Предназначена для хозяйственных целей утилизации бытовых отходов. После заполнения выбросить мусорный контейнер. Так, сделано в Питере. Срок годности не ограничен. Сейчас зевну. Продукс, упаковка, перерабатываемый материал. Звучит мачок. Как это типа выкинуть? И он как бы представлен на этом, на таможенном союзе. Или как он там, ЕАЦ, короче говоря. Латинскими буквами. Я как-то вроде покупала похожие мешки у них. Чисто один пакетик. Он мне очень пригодился. Очень хорош пакетики. Мне они понравились. А потом я люблю покупать... Вот я купила тут в магните, потому что бабла не было. И надо было хоть что-то купить, а мешки закончились. 30 или 35 литров, как-то так, эти 30 штук. Ну, в общем, у меня на ведро только-только. Мне удобнее, когда оно свисает с ведра. И потом можно завязать. И знаешь, что-то как-то не прорвется, не выронется. Хоть тут не прорывается, но неудобно все равно. А тут 60 литров, 50 штук. Вообще отлично. Обычно 60 литров бывает 15 штук. Максимум 20 штук. Максимум самый 25 штук. Ну, максимум 30 штук. Ну, тут 50 штук. 60 литров. Слушайте, люди, такая охрененная экономия. И еще один такой. Так. А, видимо, остальные-то у меня уже... Да, еще один у меня вот здесь. В общем, чтоб вы уверовали, что их три. Сейчас я гляну в телефон. Извините уж, что я тыркаю в телефон. Мне просто надо знать, как я тут сижу. Я все забываю, что у меня тут по пояс. Так, вот они. Три штука. Так, еще я купила. Я вообще хотела там другое что-нибудь купить. Думаю, может, чипсов купить. Я думаю, а что чипсы? Я сварю себе картошки. У меня вчера человек был на обеде. Я с ней ела картошку на вторую. А потом часа через три еще картошки сварила. В общем, я купила себе хлопья. Давно вообще хлопья не покупала. А тут полкило. Хрустайм. Фабрика экструзионных продуктов. Хлопья кукурузные, глазированные. Завтраки сухие. Хлопья кукурузные. Готовим к отреплению продукт. Хрупа кукурузная. Сахар, песок. Ванив, соль. Отличный состав вообще. Обычно там какое-нибудь масло неизвестное бывает. Еще что-нибудь так. Я не то взяла. Где у меня чипс? Так. Хлопья кукурузные, глазированные. 500 грамм. 39 рублей. 90. Ой, 38 рублей 90 копеек. Грубо говоря, 39 рублей. Я даже подумала. Сейчас вот у меня там кусок пиццы моей остался в этот раз. Я говорю, тише, уберись. Ты мне тут этот шатаешь мою камеру. Идиотский кот. Этот идиотский кот вчера у меня вцепился. Так, чисто поиграть. В общем, как бы у меня там есть кусок пиццы, который в этот раз пиццу я сверху сыром положилась. Я не стала ее фоткать. На телефоне что-то расстрелилось. На камеру не стала снимать. Думаю, ну, хватит этих пугать попобольных, травмированных. Им и так уже второй ролик сегодня достался с готовкой моей этих пирожков. У меня еще там кусок теста целый квадрат остался. Короче, я подумала, что придут пиццу захомячую и сделаю себе хлопьяк с молоком. Вот хлопьяк с молоком. Полкило, люди. Тридцать девять рублей, грубо говоря. У меня рука тянется так. Это то, что нельзя показывать. Мало ли, люди слабонервные. Это тоже нельзя показывать. И это нельзя показывать. Его хоть не видно там. Вот при монтаже его здесь. В крайнем случае, если вдруг случайно засветилось, уж гаменьки любите. Я купила себе соку. Я помню, что мне Оксанка в прошлый раз советовала, когда там была шнур, говорила, что там у них можно брать, что лучше не стоит. И, в общем, типа химию там бытовую. Соки всякие, компоты, прочую требуху. Тише, что ты творишь с моей коробкой, а? Она, столько ей лет, еще ты не родился, блин. В своей этой утробе кошачьей кошки. Мультифруктовый сок, 1 литр без консервантов. Тут у нас что в составе? Мультифруктовый сок, смесь соков, манго, апельсина, яблоко, маракуйя, ананаса, гуавы, банана. Изготовлен из концентрированных соков и пюре. Конечно, обычно такое пишется там лимонная кислота, сахар, вода и вот это все. Но у нас тут ничего не написано. Мы будем верить, что там просто сок мультифруктовый, восстановленный для детского питания с 3 лет. Что его просто добавили водички и восстановили. Таким образом. Ну что, как делают этот концентрат? Выпаривают лишнюю воду, да? И там такая густенькая штука остается. В общем, мультифруктовый сок отлично усваивается организмом и помогает восстанавливать силы. Все полезные свойства фруктов полностью сохраняются в соке, придавая ему особую ценность. Уникальная технология розлива при щадящем температурном режиме позволяет сохранять всю пользу продукта практически в низменном виде. На всем протяжении срока хранения без использования консервантов. Сделано у нас с 17.08 этого года и до 17.08 следующего года. Я считаю, что нормально, где-то вот в это время как раз это все и зреет. Ну, в некоторых местах оно зреет практически круглогодично. В основе этой картонной упаковки древесина возобновляемый природный ресурс. То самое, что у нас как бы макулатура считается. В общем, вот оно. Сейчас я узнаю, сколько оно стоит. Так, где-то у меня сок. Сок мультифруктовый 1 литр 25.90. Грубо говоря, 26 рублей литровая коробочка сока. Слушайте, дешево. Бегите туда. Я как бы туда думала приехать, закупиться молоком, если его увижу. А потом подумала, у меня же не на чем меня везти, там такси брать. Как-то хз, конечно, можно такси взять. Ну, в общем, как-то вот. В итоге я подумала, что лучше, может, как-то специально туда съезжу за одним молоком, а не только вот за всем этим подрядом. Тут внезапно я увидела молоко. Когда увидела, так охренел. Думаю, правда, что ли молоко? Я уже сказала, надо же, молоко. На меня еще так люди посмотрели. Ну, я думаю, они, может, посмотрели уже так это. В принципе, это. Может, вы по-другому посмотрели? 100% натурально. А может быть, я выглядела как-то комично, мало ли. Смех продлевает жизнь. 7 ступеней контроля качества. Пущинские луга. Молоко ГОСТ 2013 года. Ультра постерилизованное. 3,2% жирности. Надеюсь, что правда 3,2%. То я как-то купила 3,2% жирности какое-то. Не помню. Молоко тоже долго играющее. А по вкусу оно было как вода с белой акварелью смешанная. Или вода с белой гуашью. Сделано оно у нас 2 ноября совсем недавно. И до 1 мая следующего года. И в составе у нас просто нормализованное молоко. Кстати, кто его делает? Айсберг плюс. Дмитровский район. Это изготовитель у нас. А, это это организация. Что это такое? А, это на территории таможенного союза. В Алма-Ате оно. В Алма-Ате. Так, как бы его показать-то? Вот так, наверное. Да, вот что с этой стороны. Ну, прикольная такая коробочка. Такая вообще. Может, тут тоже написано где-нибудь возобновляемый природный ресурс. Микс-картон из опрестственных источников. Ну, да, это тоже самое, типа, пришпандоренное. Где оно у нас тут? Долго играющее молоко. 43,90. А, нет, это не то молоко. Пардон. Молоко, ты где? Так, вот. Молоко 35 рублей 90 копеек. Грубо говоря, 36 рублей. Я считаю, что это нормально, потому что вот в Магните раньше продавалось молоко, которое мне очень нравилось. 44 рубля оно стоило. Там 900 миллилитров было. А тут у нас... Сколько у нас тут? Где-то есть. Молоко. О, сколько тебе грамм-то? А, тут 1000 миллилитров. Короче говоря, даже написано, как отсюда вырезать. В общем, я не знаю, в чем прикол тут 7 этих ступеней контроля качества. Но я надеюсь, что оно мне понравится и не понравится. Если хотите, я могу сделать пустые баночки еды, как Горбушкин как-то писал, типа, вот это мне понравилось. Харчика это не стоит покупать в каких-то комментах. Так, что тут у нас? Тут у нас пустой пакет. Кстати, букет класс. Я в этот раз никаких пакетов не покупала. Правда, я и сумочку тут с собой не брала. Но она была бесхозная. Пришлось бы все равно пакет брать. Который мне Игорь Коке подарила. В общем, у меня тут пакет класс. Из той украинской посылки. От не скажу кого. Тут у меня осталось то, что в сумке. Повторила я. Хозяин Балтики. Семга натуральная кусочки. Масса нета 220 грамм. Рыба лососевых пород. Соль поваренная пищевая. Слушайте, пальчики обрежьте. Вот чисто открыть и сожрать ее даже без никто. Без хлеба, без картошка. Сейчас скажу, что почему кайф на рынке. 58 рублей 40 копеек. Причем, вот что семга, что другая рыбка по той же самой цене. Она 29-я, что ли, или 19-я. Короче, конец декабря 17-го года. Открытую банку хранить 24 часа после вскрытия. 24 месяца срок годности. Продукт готов. Бла-бла-бла. Ну, тут обычно иногда пишут, что типа из замороженного сырья. Но тут нету такого, что оно из замороженного сырья. Правда, мне иногда пишут, что типа смотри, горошек, когда создан, тогда его собирали. Типа, если не в тот месяц, когда собирали, то он, значит, уже искусственно отмоченный. Так. Я что, купила две семги? Вот, блин, я думала, что я брала... Вот почему она по одной цене. Я думала, что я брала семгу и форель. В итоге я взяла две семги. Ну, хрен с ним, взяла две семги, так ладно. Видимо, я взяла эту форель, почитала состав, поставила на место и взяла семгу. А потом увидела еще баночку и взяла семгу. Или от той классе взяла семгу. Короче, хрен с ним, теперь у меня тут две семги вместо форели. Потому они по одной цене. Форель куплю в другой раз тогда. А, вот что, почему я не взяла ту форель. Та форель была, хоть она и радужная была, но в ней, короче, это было какое-то неизвестное масло растительное. Там, кстати, можно купить красную рыбку со всяким этим интересным составом. Ну, типа масло там какое-то растительное. Какие-нибудь там Е666 бензонат, чего-то там. То, что, допустим, в Ашане можно купить за 150, а там за 116. Те же 120 грамм. Один в один вообще. Будь здоров, кот. Если кто-то слышал, то этот кот чихнул. Так, наверное, у меня последняя, да? И последняя у меня. Советская сгущенное молоко с сахаром 2012 ГОСТа года. Союз-Консерв-Молоко. Тут московский крем напечатан. Так, чё у нас тут, где состав-то? Кто вообще это делал? Дело-то Белгородская область. Город Алексеевка. Состав у нас тут молоко нормализованное, сахар в скубочках, сахароза, сахар молочный, пищевой, лактоза, усё. И сделано оно у нас 9 сентября сего года. Сколько оно у нас живёт? Сколько ты живёшь-то? Скажи мне, сколько ты живёшь? 12 месяцев оно живёт. В общем, вот оно как раз и стоило 40 тысяч с чем-то. Сейчас я скажу, сколько оно стоило. Так. Где они тут? А, вот молоко сгущённое с сахаром 85%, 43,90. Грубо говоря, 44 рубля. Вот такая баночка 44 рубля. В общем, вот такие у меня бюджетные экономичные покупки. Так, всё, вроде больше ни черта нету. Всё обогрела. Всем спасибо за просмотр. Всем бюджетных экономичных покупок. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...